Сегодня мы с вами будем собираться вместе, как видите я уже собралась и вообще я хотела начать это видео без макияжа, я даже записала вступление, но потом оказалось, что у меня не работал микрофон первые пару минут, поэтому я очень сильно извиняюсь, но буквально несколько минут первых, вот когда я буду наносить макияж, там будет не очень хороший звук, но я к сожалению это никак уже не могу исправить, потому что разве что только смыть весь макияж и снять это видео заново, но так как много здесь продукции, это первое впечатление, это были новые продукты, я уже не воссоздам те эмоции и вообще вот то именно первое впечатление, которое я хотела вам передать, я уже не воссоздам. Как я уже сказала, для этого видео я приготовила достаточно много новинок косметики, это не обязательно какие-то новые релизы, это то, что я периодически заказываю, какие-то мои хотелки, среди брендов у нас здесь очень много чего интересного, здесь и новинки Colourpop, и Carress, и Essence, и даже помада Jeffree Star на мне сегодня. И кстати, первое впечатление у меня обычно очень точное, и если я потом понимаю, что от момента, как я сняла видео и до его выпуска у меня что-то изменилось в плане ощущения от этой косметики, я всегда дополняю эти видео, как это например было с Lumine, с этой тональной основой, которую я кстати сегодня тоже использовала. Если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, это можно сделать вот нажав на красную кнопочку внизу, можете также нажать колокольчик, тогда YouTube 100% будет вас оповещать о выходе моих новых видео. А вообще мне явно не хватает человека, который бы сейчас вот хлопнул хлопушкой и сказал, стоп, снято, переходи уже, переходи к смыслу видео, потому что в вступлении я могу снимать такое впечатление, что просто бесконечно. Начать я как обычно хочу с глаз, макияж лица я делаю в самом конце, и первое, что я буду наносить на веки, это праймер от Anneli, номер один, у меня это кстати уже вторая бутылочка, поэтому можно считать тоже это как бы новинка, но это не новинка на самом деле, но уже вторая бутылочка у меня пошла в расход. Я дико извиняюсь за навязчивое присутствие зеркала в кадре, но я его пыталась дальше поставить, но я вообще ничего не вижу. И еще в зону нанесения консилера, потому что средство мало того, что полностью натуральное, так оно еще и не сушит кожу. И закреплю я сейчас это все быстренько пудрой Pixi, это Flawless Finishing Powder. Для макияжа глаз у меня новая палетка, это палетка от Colourpop в коллаборации с блогером I Love Sarai. И обожаю этого блогера, вернее даже не то, что блогера, я обожаю ее коллаборации, потому что у нас настолько сочетаются вкусы, что каждый раз, когда она что-то выпускает, я сразу добавляю это в корзину и сразу покупаю, потому что очень удачные у нее релизы. И вот сейчас кто-то посмотрит и наверное подумает, Ира, сколько ты можешь покупать вообще вот таких вот нейтральных палеток? На самом деле я сама не знаю ответ на этот вопрос, но у меня есть конкретная причина, почему я купила эту палетку. Дело в том, что я посчитала ее идеальной, вот просто идеальной минималистической такой палеткой, в которой есть абсолютно все, что нужно, знаете, обычной девушке для того, чтобы сделать макияж там чуть-чуть попроще, пойти на работу, но в то же время можно сделать и чуть-чуть потемнее и как бы сделать такой макияж на выход, скажем так, или на какой-то праздник. И на самом деле я взяла эту палетку исключительно для того, чтобы ее протестировать, и если она мне понравится, для меня это будет отличный вариант для каких-то подарков. Оттенков здесь немного, поэтому буду использовать все, начну с вот этого самого светлого, далее я возьму вот этот коричневый транзитный оттенок и буду постепенно прорабатывать им складку. И, кстати, знаете, я вот больше даже хотела проверить не то, чтобы качество было хорошее, а чтобы оттенки действительно были ходовыми, потому что можно сделать и что-то похожее, но при этом, знаете, оттеночки будут, ну, не совсем такие, которые вот любая девушка смогла бы использовать. Я, кстати, сегодня почему-то решила делать Halo Eye. Ну вот я уже просто его начала делать, поэтому сегодня мы делаем Halo Eye. Помните, кстати, мое видео о наборе кистей до колора? Я там говорила, что я вот эту большую люблю использовать вот так вот чистую, и я вот прям так не стесняюсь ни вот такими неберечными движениями, а вот именно хорошо так прохожусь, и реально она все растушевывает просто, просто в ничто. Вот переход такой в градиент, в кожу просто втушевывает. Так, отлично, теперь я возьму самый темный оттенок из палетки на какую-нибудь поменьше кисть, у меня это ZOEVA 231, и начну уголок прорабатывать. Идеальный просто оттенок, и очень легко наносится, и тушуется. Вот так вот буквально чик-чик-чик-чик-чик, и никаких ни пятен, не сыпалось ничего. То же самое с внутренним уголком. Я в последнее время, знаете, люблю прям голову задирать, тогда века полностью распрямляется. Я, кстати, эту фишку заметила в видео Дэзи Перкинс. Она всегда вот так вот красится, всегда вот так вот показывает макияжи, и реально это лучше работает, когда сам себе макияж делаешь. Века как будто полностью распрямляется, становится даже плоским. Теперь я хочу на центр века положить вот этот вот красивейший, просто розовый. Он выглядит, так знаете, как металлик, но с глиттером. Очень прикольный оттенок, и как раз-таки вот на центр века он отлично пойдет. Но перед этим я это место хочу подготовить. Сейчас я вам покажу тоже то, что я недавно купила. Это консилер Colourpop, и наверняка сейчас некоторые скажут, так, подожди, Ира, ты сейчас говорила, что ты не любишь эти консилеры. И да, я эти консилеры не люблю, но они взяли и выпустили белый цвет консилера. Я белый консилер люблю как раз-таки использовать для того, чтобы поправлять форму макияжа, если это нужно, или, например, как в данном случае, я хочу выбелить вот этот центр, для того, чтобы дальше тени легли более насыщенно. И сразу, не дожидаясь, пока это все скатается, беру плоскую кисть, наношу этот оттенок, фиксирующий спрей на кисть пару раз. Нереально насыщенный оттенок, прям как розовая фольга, очень круто. Вход пойдет опять вот эта маленькая кисть Зоева, и я буду границы возвращать между этими двумя оттенками, растушевывать их между собой. И оттенок я беру вот этот вот. В качестве тона я снова буду использовать Lumine. Понравилась мне эта тональная основа, и вообще я в последнее время заказала столько вообще тональных основ и флюидов, поэтому если вы тоже в поисках качественного флюида, то обращайте внимание на мои последующие видео. Ну, здесь, в принципе, нанесение, я думаю, достаточно стандартное, и плюс, возможно, вы видели это нанесение в видео с тест-драйвом и обзором на эту тональную основу, поэтому здесь особо показывать даже нечего. Отлично, теперь этот тон мне осталось закрепить, я ту же пудру Pixi буду брать. и закрепляю центр лица. Самое время вернуться к глазам, снова возьму ту же палетку, и вот эти два оттенка, наверное, просто на нижнее веко нанесу. И, кстати, сейчас вам продемонстрирую силу кисти из набора до Color. Помните, я говорила, что мне она не нравится в плане нанесения теней на веко? Ну, вот сейчас я вам покажу, как она делает смоки вообще на нижнем веке. И то же самое с самым темным оттенком, только поменьше, конечно, я его наношу на кисть. Теперь мне нужно хорошо накрасить ресницы, потому что такой макияж все-таки требует, чтобы ресницы были. И я буду использовать новинку для себя, но наверняка не новинку для вас, тушь Maybelline Lash Sensational. Я ее не показывала на своем канале, и вообще, это моя первая тушь Maybelline Lash Sensational. Все говорят, что она просто феноменальная, что она классная, что лучше этой туши просто невозможно найти. Но что-то она мне как-то не нравится, честно говоря. У меня такое впечатление, что она больше делает какие-то паучьи лапки, то есть у меня ресницы от нее слипаются. Не знаю, не мой фаворит. Really Big and Bigger Lashes мне нравится гораздо больше. Сейчас тушь немножко подсохнет, и я наклею накладные ресницы, но мне явно в макияже не хватает бровей. И для этих целей я сегодня буду использовать новый для меня карандаш. Вернее, это даже не карандаш, это такой два в одном. Это средство называется Brow Shape and Fill. Давайте смотреть. С одной стороны здесь вот такой вот карандаш в форме треугольничка. И с другой стороны на вот таком вот спонжике на аппликаторе находится пудра для бровей. Очень интересно, как это все работает. Я, кстати, в себе взяла оттенок третий Dark Brown. И вот, кстати, если взять вот этот кончик, то он прям может прорисовать. Вау! Он очень пигментированный. Карандаш прям нереально пигментированный. И если делать какие-то штрихи, то он прям делает реальные штрихи. А потом можно его плоскостью положить и уже заполнить тело брови. И когда на него надавливаешь, уровень нажима действительно изменяется. То есть вот прям такие у меня трендовые брови сейчас получаются. Давайте попробуем еще пудру. Я так понимаю, что она именно для тела брови нужна. Эффект уже немножко как растушеванный брови, как будто появился. Я сейчас еще беру тонирующую тушь от Golden Rose. И еще сверху пройдусь. Прям можно уже на подиум идти с такими бровями. Так, ладно, ресницы приклеены. А сейчас хайлайтер хочу нанести на лицо. И я буду использовать хайлайтер от Golden Rose. Я его показывала в видео о супербюджетном макияже. И многие, кстати, заинтересовались этим хайлайтером. Многие из вас, скорее всего, его уже заказали. А я сегодня беру оттенок, который называется 1. Вот реально, если вы хотели покупать Becca, я вам советую купить сначала вот этот хайлайтер. И мне кажется, он вам понравится. Так что Becca вы, возможно, потом не захотите покупать. Так, бронзер теперь я хочу нанести. У меня бронзер от Carrest. Называется вообще это линейка пудра. Просто пудра. И тут первый оттенок. Сейчас я вам покажу, как выглядит. Для меня это лично совсем не пудра. Посмотрите на этот оттенок. То есть, может быть, это считается как бронзирующая пудра. Я, честно говоря, даже не знаю, что конкретно это за продукт. Потому что я, когда оформляла заказ в каком-то магазине, я не помню в каком. И вот когда я находилась в корзине, мне там как предложение от магазина было. А вы хотите по акции добавить еще вот эту вот пудру? И я такая, хочу. Ну да, это явно не пудра. Хм, сатиновый финиш. Я здесь вижу мелкие-мелкие блесточки. Но это может выглядеть красиво в качестве бронзера. Давайте пробовать. Кстати, на первом месте в составе тальк. И написано, что natural product. Ну, то есть, натуральный продукт. Ну, тальк это тоже как бы минерал. Тут как бы претензий особо нельзя предъявлять. Но в то же время, именно в натуральных марках, да, которые органические, там все дела, там минеральные, они тальк не используют. Потому что тальк считается не очень хорошим минералом. Ну ладно, мы с вами уже почти до конца дошли. Остались губы. И сегодня я хочу использовать помаду, которая просто невероятно красивая. Я уже несколько раз ею пользовалась, потому что я все-таки не устояла, и мне слишком было интересно. Я купила помаду от Jeffree Star, его линейка Velour Liquid Lipstick. И я хотела именно конкретный оттенок. И я выбрала оттенок Rich Blood, потому что он абсолютно уникальный. Это красная помада, такая классическая красная помада, но она металлическая. Так как я уже несколько раз ею пользовалась, я могу уже сделать на нее мини-обзор. Мне ужасно не нравится аппликатор вот этот вот Jeffree Star, потому что у меня он вообще какой-то полулысенький, какой-то вообще стрёмненький. Вот аппликатор абсолютно просто гэ. Но что касается формулы помады и конкретно этого оттенка, он просто невероятный. Давайте я, наверное, сделаю сначала контур, потому что такой помадой, еще и с таким говняным аппликатором, точно я ничего хорошего не сделаю. Карандаш у меня, кстати, от Bourjois, это седьмой оттенок Cherry Boom Boom. Так. Не знаю, как вам, но как по мне, это просто невероятно красивая красная помада. Она именно праздничная, и она не выглядит вот металликом, да, вот таким вот дешевым металликом из 90-х. Она выглядит действительно очень дорого. И вот этот ее металлик, он ощущается больше, знаете, вот создает эффект такой, как будто помада бархатная, что ли, а не металлическая. В целом, все, макияж, в принципе, готов. Единственное, что я хочу еще добавить, это фиксирующий спрей от Essence. Я вообще никак не могла ему найти применение, потому что этот спрей называется Instant Matte. То есть мгновенно он матирует кожу, а я, естественно, не очень этот эффект люблю. Но из-за того, что тональная основа это настолько сияющее, я думаю, может попробовать его еще и посмотреть, какой эффект будет с ним. Кстати, знаете, что мне пришла какая идея в голову? Я, может быть, его сейчас нанесу только на половину лица? Да. А в конце вечера я еще сделаю пару кадров того, как сохранился мой макияж, и будет видно, сработало ли это. То есть на половине лица, может быть, более жирный какой-то блеск будет, а на другой половине нет. Да, давайте, наверное, так и сделаем. А на этом я уже буду заканчивать это видео. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать вот здесь. Не пренебрегайте этим шагом, потому что по статистике очень многие заходят, смотрят, а потом мне пишут, что не могли меня найти через какое-то время. Поэтому подписывайтесь обязательно, чтобы мои новые видео постоянно показывались в ленте ваших подписок. И также перед уходом я вам оставлю еще рекомендации из двух видео. Надеюсь, они вам тоже понравятся, если вы их еще не смотрели. И мы с вами увидимся в следующих моих видео.